Божий обитель представляет Благие истории И поэтому смотрю Благие истории Благие истории Фух, ну и игра была, конечно Первый гол забил, потом второй, потом пятый Ух Так, а с кем я вообще разговариваю? Как всегда, договариваемся встретиться и никого Ладно, позвоню Марку Узнаю, где он Да что это такое? Ладно, позвоню Анне Алло, Анна? Привет, как дела? Мы с ребятами сегодня встречаемся В домике на дереве Ну, как обычно Нас последоврем раньше отпускают Я сначала в футбол поиграл И пришел сюда Кажется, здесь делать нечего Привет, Дин У меня все хорошо Неправильно тебе кажется В шкафу слева я оставила книгу Называется Благие истории Думаю, открыв первую страницу Вы уже от нее не оторветесь Книга Благие истории? Не слышал такого раньше Надо будет поискать В общем, спасибо, Анна Еще созвонимся Пока Так, книга Благие истории Шкаф слева А я говорю такая Не трогала я этот сок А она мне говорит Нет, ты его взяла Представляешь? Да, Пинки Представляю В общем, проехали это У меня больше вам мой вопрос Где Дин и Марк? Вроде Дин же должен быть здесь Я пойду поищу его О, привет, Софа Ты что, одна? Нет, я пришла ввести спинки Но она пошла искать тебя И кажется, не найдет Так, секунду Я схожу за ней Ой, Дин, ты тут? А я тебя ищу Так, где Софа? Ой, наконец-то мы все вместе здесь Собрались уже Только у Марка сегодня не получится Его не отпустили Так, дайте мне сказать Забудьте про это И послушайте внимательно В общем, после футбола Я пришел в домик на дереве И поговорил с Анной И она посоветовала мне книжку Я думаю, что мы должны Почитать ее вместе Отличная идея, Дин А что за книга? Называется «Благие истории» «Благие истории»? Не слышала о таком Я, конечно, книжки не особо читаю Но тоже не слышу Ладно, я начинаю читать Глава первая «Царство небесное» Что? Что? «Царство небесное»? Это вообще что? Подожди, я читаю дальше «Царство небесное» Это место, где царствует царь То есть Господь А на земле есть это место? На земле? Царство Божие находится в нашем сердце А что нужно делать, чтобы царство было и в моем сердце? Думаю, если бы Анна была здесь Она сказала бы лишь одно Что? Давайте смотреть мультфильм Да! Царствие небесное Когда Сын Человека будет в блаженстве И все ангелы святые соберутся вокруг Него Сядет Он на Свой царский трон А перед Ним соберутся все народы И Царь Небесный скажет тем, кто стоит по правую руку «Придите, вы благословенные Отцом Моим Войдите в Царство Небесное, уготованное вам с момента сотворения мира Ибо когда я был голоден, вы накормили меня Когда я испытывал жажду, вы напоили меня Я был вам незнакомцем, но вы приютили меня Я был раздет, а вы дали мне одежду Я был болен, а вы навещали меня Я был в заключении, а вы приходили ко мне Господи, разве я навещала тебя больного или в заключении? Я никогда не кормил и не поил тебя, учитель И я тоже, Господи До этого момента я никогда не видел тебя Истинно говорю вам Если вы помогали ближнему своему, вы помогали мне Ты слышал? Ты слышал? Ты слышал? Замолчи! Этот человек очень мудр Я знала, что ты поймешь его Я же говорила тебе, Давид Почему вы называете его мудрым? Он только и делает, что рассказывают небылицы Сеители, семена, горчичные деревья Чепуха, все это Возможно Возможно, он хочет, чтобы мы сами раскрыли для себя значение его слов А может быть и нет Нет Это правда Во всех его историях есть скрытый смысл Тайны Царствия Небесного Если и нужно знать тайны Царствия Небесного, то рассказывать их должен раввин Тише Иисус сейчас будет проповедовать Имеющий уши да услышит Царствие Небесное Можно сравнить с человеком, который засеял поле пшеницы Пока он и его слуги спали Пришел его враг и разбросал плохие семена в поле А затем скрылся Субтитры создавал DimaTorzok А когда взошла пшеница, так же появились и плевины Господин, не могу понять, откуда они взялись Мы сеяли лишь отборные семена Я в этом уверен Не вини себя, друг мой Так поступил враг Я выдерну все плевелы, господин Не нужно Если ты будешь выдергивать плевелы, то можешь повредить ростки пшеницы Пусть они растут вместе до сбора урожая А когда придет время жатвы, я скажу женицам Соберите плевелы, свяжите их снопы и бросьте в огонь Затем соберите пшеницу Свяжите их снопы и отнесите на хранение в мой амбар Я понял Понял Пшеница хорошие люди, а плевелы? Так ты находишь смысл в этой чепухе? Мне кажется, да То есть, я думаю, да А ты нет? Этот человек богохульствует и учит греку Берегитесь его Идем, Еремия Я сказал, мы уходим, Еремия Но Я Или ты сейчас идешь со мной? Или двери синагоги закроются перед тобой навсегда? Иду, иду, иду Надеюсь, ты не хотел остаться? Конечно, нет Просто На улице так приятно Все вокруг Чистый воздух и все такое Имеющий уши да услышит И снова Царствие небесное можно сравнить с купцом Разыскивающим прекрасную жемчужину Все, что имею Я продам Все, что имею, чтобы найти жемчужину Не сравните богатство, которое имею, с тем блаженством Когда держу в руках жемчужину Ярче солнца, прозрачнее стекла Желаннее, чем золото Жемчужина Царствие небесное – это царство Господа Это жизнь во Христе Жемчужина Все, что имею, стало прахом, землей Когда я увидел жемчужину И не будет мне покоя И не буду я доволен, пока она не станет моей Не будет освещать мой путь Царствие небесное Жемчужина А теперь я соберу все, что имею Все, что имею в этом скучном мире Всю свою собственность Всю свою собственность я продам За эту единственную, сияющую жемчужину Все, что имею, стало прахом, землей Когда я увидел жемчужину И не будет мне покоя И не буду я доволен, пока она не станет моей Не будет освещать мой путь Царствие небесное Жемчужина Жемчужина Все, что имею, стало прахом, землей Субтитры создавал DimaTorzok Now that I've seen the pearl And I will not rest I cannot be content Till at last it is mine Forever to shine The kingdom of God The pearl Я... Я, наверное, пойду Но, Давид, проповедь еще не окончена Я больше не хочу ее слушать Давид, что случилось? Отказаться от всего, что я имею? Он об этом говорит Я должен оставить все и следовать за ним Давид, ты же знаешь Он проповедует истину Сара, я так долго и тяжело работал На нее ушло 10 бесконечных лет Моя работа Моя работа — это моя жизнь И она тебе дороже, чем Царствие Небесное Ибо многие призваны Но лишь некоторые избранные Я... Я не могу Имеющие уши, да услышит И снова Царствие Небесное Можно сравнить С десятью девушками Пять из которых были мудрыми А пять глупыми Вот что, Лия Мы забыли взять масло для ламп Не страшно Я вообще не понимаю, зачем ты настояла на том, чтобы мы их взяли Они нам не понадобятся Сейчас же день Я же объясняла вам, что иногда Жених очень задерживается Иногда Ты всегда переживаешь, Лия Все будет в порядке Будем выезжать на закате На закате? Вам не кажется, что слишком поздно? Я хочу быть уверен, что все желающие собрались Иуда, тебе не стоит о таком волноваться Весь город собрался, чтобы проводить тебя на венчальную службу Как вы думаете, мы могли его пропустить? Такого не может быть Мы же здесь целый день ждем Не знаю, как вы, а я собираюсь вздремнуть Лия, когда он приедет, разбуди нас Господин Иуда едет Господин Иуда едет Выходите навстречу Господин Иуда едет Выходите навстречу Господин Иуда едет Смотри Он приехал Выходите навстречу Собирайтесь Господин Иуда едет Господин Иуда едет Выходите навстречу Господин Иуда едет Господин Иуда едет Господин Иуда едет Господин Иуда едет Выходите навстречу Господин Иуда едет Все навстречу Выходите навстречу Господин Иуда едет Господин Иуда едет Выходите Встречайте Выходите навстречу Господин Иуда едет Господин Иуда едет Мы здесь уже несколько раз проезжали, Иуда. Ты уверен, что все услышали? Думаю, да. Мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь пропустил. Господин Иуда едет! Нет, 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 по-моему, мы всех оповестили. Ну хорошо, тогда едем на венчание. Господин Иуда едет! Выходите навстречу! Господин Иуда едет! Он приехал! Скорей, свадебная церемония! Подождите! Подождите нас! Постойте! Налей нам немного масла. Ничего не видно. Но тогда никому не хватит. Лия, Лия, быстро! Подойди к нам! Извини, Симона. Я бы хотела вам помочь, но... Но если мы сейчас не догоним процессию, мы пропустим свадьбу. Постучитесь в эти двери. Попробуйте купить немного масла. Торопитесь! Попробуйтесь! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Приходите завтра Иисус снова будет проповедовать Учитель, почему ты рассказываешь людям притчи? Может быть легче проповедовать понятными словами? Без подтекста? Вам дано узнать тайны Царствия Небесного, но им это не дано Господи, разве ты не хочешь, чтобы они поняли? Хочу Но их уши не слышат И глаза их закрыты Благословенны ваши глаза и уши Ибо они видят и слышат Учитель, я не все понял в притче о сеятеле Пойдем Садись со мной Сеятель засевал поле И когда он разбрасывал семена Некоторые из них упали на обочину Господи, я знаю, что ты сеятель, а семена – слава Бога Но что означают Семена, упавшие на обочину? Если человек слышит Слово Божье Но отказывается понять его К нему приходит сатана И забирает Слово, что было посеяно в сердце его Он тот, кто стоит на обочине Также и семя, попавшее на каменистую почву Это человек, который, как услышит Слово Божье Так сразу с радостью его и принимает Но из-за страха преследования Его вера умирает, потому что зерно не проросло в его сердце А семя, попавшее в терны Это тот, кто слышит Слово Божье Но из-за мирских хлопот, из-за погони за богатством Он не дает семени принести плоды Но семя, попавшее в благодатную почву Это человек, который слышит Слово Божье и понимает его И родит некоторые в тридцать раз больше Некоторые в шестьдесят Некоторые в сто Слово Божье и понимает его И когда наступит конец света Царь небесный скажет тем, кто по правую руку от него Придите вы, благословенные отцом моим Войдите в царство небесное Уготованное вам с момента Сотворения мира Да уж, я не хочу быть как те двое мужчин Хочу быть как-то девочка И вообще, как нужно жить, чтобы в моем сердце царствовал Господь А вот давай в следующий раз, когда встретимся с Анной У нее и спросим Да, хорошая идея, ребята А вы как думаете, что нужно делать и как нужно жить Чтобы в нашем сердце всегда царил Иисус? Обязательно подумайте над этим вопросом И в скором времени мы с Анной разберем это Ну а сейчас давайте чистить зубки и ложиться спать Пока-пока! Ищите же прежде всего Царство Божие и правда Его И это все приложится вам Иисуса я люблю И познать Его хочу И поэтому смотрю Благи истории Иисуса я люблю И познать Его хочу И поэтому смотрю Благи истории Благи истории